Если в первые дни за порядком соблюдения режима чрезвычайного положения в стране следили лишь сотрудники полиции, то в конце марта к ним подтянулись дополнительные силы. Все эти ребята военнослужащие, контрактники местных воинских частей и военные полицейские. Два раза в день на территории МПС для них проводится инструктаж. На каждую группу выдаются рации и маршрутные листы. На своих административных участках, на маршрутах патрулирования, значит, останавливаем, записываем данные велосипедистов. Нашими сотрудниками проверяются документы, соответственно, им должны быть выданы справки с места работы. Если таких справок нет и если граждане находятся далеко от дома, то нашими сотрудниками сообщается в ЦОУ ДВД данных граждан, доставляет по месту отдела полиции и так далее. Далее уже сотрудниками МПД составляются административные протоколы и так далее. Привлекается к административной ответственности. Каждый патруль имеет свой маршрут и время дежурства. Если одни работают с 8 до 15.00, то другие заступают на службу во второй половине дня и до 10 часов вечера. Целью проведения рейдов является выявление нарушений карантинного режима. Аксюбинцев призывает не выходить на улицу без лишней надобности. Да, без причины. В основном родители, дети во дворах играются. А также те, кто без пропусков в дневное время, в ночное время ходит. Ни для кого не секрет, что если раньше детей на улицу не выгонишь, то сейчас домой не загонишь. В условиях особого режима полицейские просят родителей договариваться с детьми. Последних, если они несовершеннолетние, и вовсе одних никуда не пускать. Иначе штрафа в 26 тысяч тенге не избежать. Также полицейские уточнили. Прогулка одного из родителей во дворе с несовершеннолетними детьми в радиусе 100 метров от своего многоэтажного дома на 1 час и только до 21.00 все-таки разрешена. Лиза Сакиева, Алексей Уразов, программа «Факт».